Всем доброе утро, ребятки. Спасибо большое за активность, за советы по поводу животных, по поводу птичек. Надо хорошо подумать. Клетку я пока так и не нашла. И пока мы немножко отставили этот вопрос, потому что действительно написали, будет лететь перья, у меня аллергия. Хотя, когда-то в детстве у меня были птички и хомячки. Вот, крыс не помню, может и крысы были. Но крысы были точно у брата, это я помню. Поэтому пока клетку я не нашла для этой птички. Но знаете, в чем плюс? В том, что если взять эту птичку, она уже не молодая, попугайчик, то можно попробовать, если будет реакция или не будет реакция на птичек. То есть, будет ли аллергия или не будет ее. И тогда уже можно задуматься о какой-то молодой птичке, чтобы ее приручить, чтобы она была ручная. Потому что этот попугайчик, он не ручной, вроде как даже немного кусается. Но, не знаю, я вот так запомнила, он так не смотрел в ласке. Я прям... В общем, я еще в поисках этой клетки. Посмотрю, может быть, где-то здесь у нас с базовым магазином, похожу, посмотрю клетку. Может быть, на OLX даже посмотрю какую-то бушную. Потому что в Инстаграме никто не откликнулся, пересмотрел очень много людей мою историю. Но, к сожалению, наверное, ни у кого нет просто этой клетки. Поэтому я еще ее поищу. А сегодня у нас такой день домашний. Там уборка. Я хочу зимнюю обувь перемыть и спрятать уже в коробке. Уже вроде как у нас солнышко. Видите, вроде как уже прекрасная погода. Солнце светит. Окна уже скоро надо начинать мыть перед Пасхой. А я хочу заняться все-таки посадить. Я тут уже приготовила горшочки, подклеивала с них. Вот эти вот эти всех наклеечки. И хочу заняться посадкой. Я не сильно, как это правильно делать. Поэтому сделаю, как я думаю. И посмотрим, что у меня с этого выйдет. Укропчик буду для рака выращивать. В общем, я себе уже так представила, что оно будет вот так вот красиво. Посерединке посажу базилик. Он такой красивого цвета. Дай бог, чтобы у меня все сошло. Взошло. Потому что, ну, в принципе, у меня рука легкая. Поэтому я надеюсь, что и с этим у меня тоже все получится. Так, в этом деле нужно садить перчаточки. Потому что маникюр я только недавно сделала. Не хотелось бы его испортить. Поэтому надеваем перчатки. И приступаем к работе. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, я справилась. В коричневый я посадила перец декоративный. Будем смотреть, зайдет или не зайдет. В светло-сером я посадила зеленушку. Три вида. А вот в этом темном коричневом, темно-сером я посадила цветочки. Вот так вот. В общем, посмотрим, что у меня с этого выйдет. Вот на вот эти вот три горшочка у меня ушло, ну, чуть-чуть осталось буквально вот этого дренажа. Наверное, на еще один горшочек, на четвертый. И пять литров земли у меня. Один пакет только ушел. А вот еще у меня остался салат, но мне нужен для него другой горшок. Потому что, как бы, мне его некуда сейчас садить. Поэтому салат, пока месть полежит. На солнечная сторона, понимаете, я не знаю, что поставить на подоконник. Не сгорят ли они от солнца. Или пока месть еще не сильно пекучее солнце. Наверное, сейчас я их сюда выставлю. И пусть они погреются на солнышке, я так думаю. Что скажете? Есть у меня, кто любитель, садовод, огородник. Если я буду выставлять на солнышко. Не сгорят ли у меня они? Но у нас действительно солнечная сторона. И солнышко хорошо прогревает. Но мне кажется, что на начальной стадии это будет даже очень хорошо. Поправьте меня, если я не права. Клюеночка у нас новенькая лежит. Я покупала на кухне. Все отсюда уберу. Или вот так вот сделаю и поставлю сюда горшочки. Мы решили встретиться с девочками, раз такая прекрасная погода. И прогуляться в прибрежном. Погода солнечная, но очень ветреная. Вон Юля, смотрите, красоту фотографирует. Помните, я, кстати, вам показывала эти цветочки в темноте? Юля, так тень твоя. А теперь вот они. Уже расцвели. Ветер. Не знаю, вы меня слышите, не слышите. Сумасшедший ветер. Что-то тут чаечки летают. А вот этот вот городочек стоял, да? Да. Я тут каждый раз что-то новое для себя нахожу. Ну, хорошо, что я тебя помню. Посмотрите, их тут. Они на лету хватают. Как в Турции, знаете, кто-то там подбрасывает хлеб. Они типа на лету хватают. Да, ну, там в Стамбуле, да, по-моему, есть? Что орать, я не пойму. Красота. Надо ехать срочно куда-то. Куда-то поехать. Я уже хочу шашлычка. Мы хотим поехать на конюшню. Где-то Саша говорит, вы есть в черте города. Ну, вот если будет на следующих выходных тепло. Где Саша говорил? Где-то Саша в другом месте говорил. На совхозной или что он там, нет? На совхозной. Нет, это не по-другому. Это совхозная, я знаю. А вам мы не будем покупать. Всем доброго вечера. Приехали. Катерине. Подстрижется, Саша. Да? Будешь красавчиком. Челку эту наконец-таки обстригут. Дебильную. Нормальная челка. Под лицу все к лицу, знаешь? Нет. Обманывает. Скоро будет вот еще один красавчик. А красить будем, Женя? Краситься будем, Женя? Ну вот, сиди. Смотри. Приказно. Я? Я тебе ничего не прекрасно. Юля, побывай. А какой цвет подастся? В зеленый только. А какой зеленый? А какой? Белый. В белый? Я думала, в зеленый. И его осветлился? Хочет быть как этот. Белый блондин. У нас все равно такое цвет. Смотри, откуда ли у вас столько волос? У женщин столько нет. У мужчин много, да. У него бабушкины, да? У мамы тоже такие, Юля, густые. А у Юли как будто листы. Но у меня и такой волос. А если бы ты была... Структура просто волос. Может, если бы ты была короткострезная, то у тебя тоже бухущие были бы. У тебя чуть-чуть как Антония, тоньше, а у мамы более оплоднение. Да, будешь с нами смотреть? А что это у вас такое здесь? Смотри, ты поди, вот Саша, может, чайка? Я в гостях, как я знаю. Я ничего не знаю. Да, конечно, ничего не знаю. Не, ну серьезно, как я тут что знаю? Не знаю, как поставить чайник из речи? Угу. Саша, дай мне. Саша, не стесняйся, дай себе чай. Саша, не стесняйся, дай себе чайник из речи. Саша, убери свой телефон. Я на мусе считаю. Так она же тебя укроет, зачем тебе кофту ты снимаешь? Э-э-э, вот так мы не договаривались. А что ты, как Кате, садишься сразу голой? А она сделалась договора? Да, прикинь. Ну, Маша, сразу голой садишься. А вот же один красавчик уже подстриженный. Да ну, Машульчка, не видно Женю красиво, видишь? Помолодел сразу. Да. Самое главное, челку обстриги ему. Ты же не в так тысяче делаешь? Я тебя сниму. Ну, мне нужно, чтобы Катя срочно так вот прям взяла и... Саша, она тоже тебя... Не, не надо оставлять чисто челку, как ты. Ну, сейчас опять будет черти шоу. Все будет хорошо. Это твой спирт-закал. Все. Как молодая копейка. Да, полностью. Так куда ты не дал посмотреть на тебя? Не дал посмотреть на тебя. Дома будешь любоваться. Ты ушел? Ты ушел? Да.